Чтобы уменьшить вред, причиняемый окружающей среде, человечеству необходимо снизить расходы на продукты питания. Но можем ли мы изменить свои пищевые привычки? Ответить на этот вопрос попытались Натали Мюллер и Нил Кинг для Deutsche Welle. Чрезмерное потребление продуктов питания оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, считают эксперты. Так почти четверть выбросов парниковых газов приходится на производство продовольствия. При этом большая часть из них, 15%, составляет производство мяса и молочной продукции. Среди других проблем загрязнение воды и почвы, потеря биоразнообразия и возникновение дефицита воды. Расходы на продукты питания растут на протяжении десятилетий. Страны с высоким уровнем дохода, такие как США и Германия, потребляют наибольшее количество калорий на душу населения. По оценкам ООН, 11% от общего объема доступного в мире продовольствия попадает в мусорную корзину. При этом в статистике не учитывались страны с низким уровнем дохода. Одна из причин того, почему мы покупаем больше, чем можем съесть, бессознательный страх перед голодом. У нас врожденное желание обеспечить едой себя и наших детей. Если вы начнете думать о том, что существует риск остаться без еды, или она в скором времени закончится, то вы начинаете ее копить, считает антрополог-нутрициолог Пенсильванского университета Джанет Хрзан. При выборе того или иного продукта в магазине не последнюю роль играют такие факторы, как цена, проблемы со здоровьем, вкус и ценности. По мнению социолога Гисонского университета Стефана Валина, люди, как правило, едят одну и ту же пищу 95% своего времени. Но по мнению крематологов, изменение рациона питания позволит снизить выбросы парниковых газов. Ученые предлагают употреблять меньше красного мяса и больше растительных продуктов. Сезонное питание также может иметь значение. В докладе Европейской организации потребителей говорится, две трети покупателей готовы изменить свои пищевые привычки в связи с проблемами с экологией. Но только каждый пятый готов тратить на правильное питание больше денег. Чтобы изменить ситуацию, ученые предлагают указывать на упаковках, какое количество земли или воды ушло на производство того или иного товара. Среди других мер — принятие субсидий, которые сделают экологически чистые продукты более доступными. С возрастом у человека меняется функциональная связь между определенными областями мозга. Это позволяет с высокой точностью предсказывать возраст людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Дрекселя и Университета Вилланова. Результаты доклада опубликованы в журнале Psychology and Aging. В исследовании участвовали 547 человек в возрасте от 18 до 88 лет. У испытуемых изучали связь между двумя нейронными сетями головного мозга — сетью исполнительного контроля и сетью пассивного режима работы мозга. Первая находится в префронтальной и теменной области мозга. Она активизируется, когда нужно сосредоточиться или контролировать мыслительный процесс. Вторая сеть работает в состоянии покоя. Ученые попытались доказать гипотезу, что с годами эта связь начинает усиливаться. Анализ показал, что возраст действительно значительно влияет на связи между обеими сетями, которые меняются на протяжении всей жизни. Это позволяет предсказывать биологический возраст людей только по визуализации мозга в состоянии покоя, не используя тестов на когнитивные способности, заявляют авторы работы. Также выяснилось, если включить в анализ сеть определения значимости, то предсказать возраст человека можно с гораздо большей точностью, так как он фильтрует различные стимулы, выделяя только значимые нейронные сети. Она также играет ключевую роль в общении, социальном поведении, самосознании и даже в творчестве. В Snapchat появилась платная подписка, передает издание The Verge. Snapchat Plus в первую очередь предназначен для опытных пользователей приложения, которые желают одними из первых воспользоваться новыми и эксклюзивными функциями социальной сети. Подписка обойдется в 4 доллара в месяц. Сначала она будет доступна в США, Канаде, Великобритании. Разработчики надеются, что она станет новым источником дохода для компании. Старший вице-президент Snapchat Джейкоб Андрю при этом отметил. Пользователи с подпиской все еще будут видеть рекламу в приложении, и компания пока не планирует ее отключать. Высокие цены на электрокары приведут к краху рынка, пишет Bloomberg. По мнению производственного директора европейского автопроизводителя Stellantis Арно де Бефа, на фоне поэтапного отказа от машин с двигателем внутреннего сгорания и подорожания электромобилей, европейский авторынок неизбежно ослабнет. В прошлом месяце цены на электрокары подняли Tesla и Ford Motor. Мера вынуждена из-за роста стоимости сырья. Участники рынка уверены, к 2027 году возрастет спрос на аккумуляторы. Если к этому времени не появится достаточно производственных мощностей, то выпуск электрокаров окажется под угрозой. Редактор субтитров А.Семкин